Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел Давиденко и я рад приветствовать вас на своем канале о фотографии и путешествиях. И вот в этом видео я решил сделать обзор на три типа присосок для экшн-камер, в данном случае GoPro, еще можно они подойдут под SJ4000 или же под другие китайские аналоги. Значит, ну, для чего я хотел его сделать? Ну, чтобы люди имели представление, когда они, например, хотят купить присоску, какие есть. Я, например, когда покупал в свое время, мне очень было интересно, ну, как оригинальная, в принципе, я видел, как устроено. Вот две китайские, насколько они удобные и надежные, сколько стоят, я понятия не имел. И вот как раз сейчас я хочу об этом рассказать. Ну, чтобы сравнивать китайские с оригиналом, может, кто-то не видел, мы рассмотрим сразу оригинал. Конечно, есть и другие оригиналы, сейчас более новые модели, это как бы средняя, можно сказать, еще и старая модель, но такая же надежная, как и эта оригинальная присоска GoPro. И сейчас еще новые вышли, но, в принципе, как говорится, те же яйца, только вид сбоку. Все то же самое, только немножко другой дизайн. Значит, что мы имеем? Имеем вот такие, с этой стороны буду показывать, два колена, одно, вот, да, и второе. Сейчас, чтобы мы могли под нужный угол нам регулировать камеру. Давайте, наверное, поставлю сюда камеру, чтобы было более понятно. Можно камеру ставить как в чехле, в боксе в таком, вернее, так и использовать, например, вот такие вот фрейм-рамки. Значит, вот мы закрепили, и у нас есть одна степень свободы раз, степень свободы два, и степень свободы три. Можно, так сказать, почти трехосевой штатив, ну, не совсем трехосевой, так как эти соосные. Ну, и, в принципе, еще вот так вот камеру можно вращать, поворачивая просто на присоске, когда вы ее ставите. То есть, так, так, так или так. Как присасывается, или как она устанавливается, то есть, вы поставили на поверхность, прижали вот здесь вот пресс, чтобы камера, не камера, а присоска пристала к, например, к металлической части автомобиля, к крылу, там, к капоту, или же к стеклянной. Ну, и, соответственно, вы понимаете, что эти части, которым камера ставится, они должны быть более-менее плоские. Прижали, и вот лок вниз опустили. И все, камера на вот этой присоске держится просто железно. У меня, ну, были разные случаи, отрывало камеру, чего-то там, но присоска всегда оставалась на месте. Значит, что мы еще... А, что можно сказать? Вот эта вот часть, вот, она вынесена в сторону, чего нет в другой присоске. И, в принципе, когда вы ставите в какое-то такое неудобное место, или возле зеркала, или где-то там какой-то кенгурятник торчит, то вот это вот удобно крутить, так как ваши пальцы, сейчас так покажу, вот здесь вот не задевают за окружность. В этом очень удобно. Вот эти вот вещи, они зеркальные. То есть, например, если вы, вам здесь... Сейчас я вот так вот поверну немножко. Если вам здесь неудобно, вот эта вот вещь, вы ее переворачиваете на другую сторону, ну, к примеру, чтобы она в объектив не влазила, или там меняет конструктив. И точно так вот закручиваете, крепите. Эта же часть, соответственно, таким образом можно поменять наоборот. Значит, в комплекте идет еще вот такой вот переходничок. У меня даже, кстати, на анбоксинг вроде бы есть видео вот этой вот присоски. Например, нам не нужна вот эта вот вся часть. Мы откручиваем вот это вот, и сюда вставляем вот этот вот переходничок. Тоже он имеет насечки. Сейчас камера сфокусируется. Давайте вот так вот. И вот, видите, есть зубчики. Здесь есть зубчики. Ёрзал очень часто и очень много, и шлицы вот эти вот зубчики не съедаются. То есть, надо маленькое, маленькое плечо вот этого держателя. Поставили такую коротенькую штуку, чтобы вообще исключить какие-либо вибрации. И сюда же, например... Сейчас, тоже что-то там стояло, не перемещать. И сюда сразу уже, вот, устанавливаете камеру. Да. Только я неудобно ни на ту сторону закрутил вот этот вот винт. Ну, в принципе, вам понятно. Вот такое крепление очень удобно, когда вы крепите ее на лобовое стекло изнутри салона. То есть, вообще, чтобы вот эта вот балда не висела. Вот эта вот небольшая часть под зеркалом заднего вида внутренним. Лепите к стеклу и отлично висит. Ничего не мешает, не закрывает вам обзор. Ну, закрывает, но минимально. Ну, и снаружи тоже, скорее всего, можно придумать какие-то крепления актуальные на вот этой вот коротенькой ножке. Вот я поставил. Да. Так. Что? 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 Пока эти вещи откладываем. В принципе, они нам не нужны. Ну, и что еще можно рассмотреть? Как устроена вот эта вот самоприсоска? Собственно, та часть, которая держится. Каучуковая или, не знаю, силиконовая самоприсоска. Очень, как бы, морозостойкая. При любых морозах у меня крепилась. Ну, естественно, не на изморозь, а на прогретый автомобиль. Такие вот есть ребра жесткости, которые, которыми, когда мы зажимаем, да, вот, то они вытягиваются, и присоска опирается на них, и таким образом присасывается. Согнуть практически нереально. Очень прочная конструкция. Вот эта часть тоже мало вибрирует, но вот эта вот стойка. И, в общем, вот так вот. Стоит она, я не помню, на сайте можете посмотреть, чтобы еще мы не только и качество, и цены могли сравнить. Стоит она, по-моему, 50 долларов плюс-минус парочку или пятерочка долларов. Вторая, какая есть по размеру присоска. Это вот такая вот большая китайская. И еще есть маленькая китайская. Мы их, наверное, не знаем, как по очереди или вместе. Давайте с худшей рассмотрим, с маленькой китайской, она менее интересная для нас. Значит, GoPro оригинальную откладываем пока на время и смотрим маленькую китайскую. Значит, стоит она около 3 долларов плюс-минус пару центов. Очень маленькая, если сравнить, например, с оригиналом, да, вот эта вот часть присасывающаяся. Каучук такой хороший, резинка вот эта. Ребра жесткости нету, но они здесь и не нужны при таком размере присоски. Присасывается очень хорошо, что можно сказать про присоску. Здесь, в этой вот части, да, вот есть шлицы. Слышно, да, когда я зажимаю, то есть можно зафиксировать кое-как. В вот этой вот части, да, шлицов нету. Оно очень похоже на, как бы сказать, на вот такие, да, вот если мы вот две совместили бы, да, вот эти части. Но здесь плоскости ровные, да, оно хорошо держится и хорошо можно винтом зажать. То здесь плоскости не параллельные, не ровные и, в принципе, очень тяжело вот этим вот винтом зафиксировать, чтобы оно туда не ерзалось. То есть, если оно под собственной тяжестью вот так вот вниз, и здесь у нас вниз, здесь вверх висит, да, отлично держится. Если вы камеру хотите как-то боком закрепить в автомобиле, то на ближайшей большой кочке она просто вниз съедет. Под своим весом и динамическим ударом. Да, кстати, можно или интересно вот эту вещь на другую сторону? Да, можно. Они симметричны есть. И здесь квадрат вот такой, и здесь, то есть можно и туда, и сюда поместить. Только надо, чтобы не потерялась вот эта вещь, закрепить, вернее, не потерять эту гаечку. Да, как вы скажете, как на нее крепить? Чтобы на нее закрепить, нужно еще отдельно. Вместе не продается, продаются вот такие вот по доллару с копейками переходники. То есть это обычная резьбовая резьба под штатив, которая накручивается на точно такую резьбу. Вот, да, сейчас мы. Так, нужно пониже даже. Вот накрутили. В нужную сторону можно даже отрегулировать. Так, так или так. И вот этой вот нижней контргайкой, за контргайкой, в принципе, держится хорошо. То есть в совокупности вот эта вещь будет стоить до 5 долларов. Ну, я думаю, вы поняли, как дальше крепится. Сейчас. Так. Хорошо, что так. Все, Китай. Так, плохо. И вот камера крепится. Да, в принципе, на этой присоске я использовал, камеру держал. Но, что могу я сказать. На вот этой присоске я не рискую камеру устанавливать снаружи автомобиля. То есть в салоне, да еще в боксе, если она куда-то шмякнется, упадется, ничего с ней не случится. Снаружи автомобиля, если вы будете на приличной скорости, то если вы ее не потеряете, то ее может на нее наехать следующая машина, которая будет за вами ехать, или же какие-то ребята ее подберут и убегут, пока вы остановитесь поднять камеру. Поэтому снаружи я не рекомендую ее использовать. Но, в принципе, присоска, если на стекло держит. На лакокрасочное изделие не тестировал так на 100%, но на стекле как снаружи, так и внутри хорошо держит. Ну и вот этот же вот момент, да, который я показывал. Без шлицов соединения, но хлипенькое и плохо фиксируется. Фиксируется. Что можно сказать еще про вот эту вот присоску? Она такая же, кстати, и на... Вернее, не присоску, а способ крепления на большой присоске китайской тоже он имеется. Сейчас я рассоединю это все. Это тут есть вот эта вот резьба, как я сказал, как у нас на обычном штативе. Такие, кстати, присоски, по-моему, продаются и вместе с китайскими видеорегистраторами и антирадарами. Видите, что удобно? Что можно внутри салона? Обычный фотоаппарат или маленькую видеокамеру, не тяжелую, соответственно. Вот этот вот фотоаппарат у меня держится на этой присоске. Я его креплю, да, вот, соответственно. И сейчас законтракаем. И я его могу поместить внутри салона как видеорегистратор или когда снимаю какой-то ролик на YouTube, чтобы, например, ни GoPro, если они заняты, например, не нужен широкий угол, то я спокойно вот эту вот камеру вешаю на вот эту присоску внутри салона, и она мне работает как видеорегистратор или же как камера для каких-то съемок для YouTube, или же для других каких-то вещей. То есть вещь универсальная. Ну, снаружи вот этой присоски, тем более, как бы не рекомендуется крепить камеру. Если GoPro еще упадет на ней, то в чехле, так как она противоударная, она сохранится, то вот эта камера, если она упадет на асфальт, на землю куда-то, ну, я думаю, ничего от нее, кроме целой батарейки, карточки и памяти, не останется. Значит, присоску рассмотрели вот эту. Повторю, цена присоски вместе с вот таким вот адаптером до 5 долларов. И теперь самая большая присоска, тоже китайская, стоит она 7 долларов, идет уже вместе с вот этой, ну, 7 плюс-минус там 50 центов, идет уже с таким вот уже адаптером, таким, как здесь нужно было докупать отдельно. Имеет большую площадь соприкосновения или присасывания, не знаю, как правильно это сказать. Ну, в принципе, равна площади оригинальной присоски. У меня еще здесь не снята пленочка заводская, или фабричная, не знаю, как там. Ну, не пользовался я еще, поэтому она мне не снята. Не знаю, буду я ей пользоваться или нет, именно конкретно этой. Значит, поперпору в присоску. Сделана она с черного каучука или силикона. Вот эта часть, она чуть-чуть гнется сама. Снова здесь у нас были ребра жесткости, она оригинальная. И вот эта вот часть, она тоже немножко играет. Но, в принципе, поэтому жить можно. Трещотка есть в этом вот колене, да. Здесь получается оно такое сразу изогнутое. И в нем уже идет встроена шаровая головка. В шаровой головке тоже, кстати, есть трещотка. Сейчас я чуть-чуть, да, вот когда я поворачиваю, тоже можно зафиксировать. Как устанавливается камера, я думаю, вы тоже поняли. Сейчас мы установим для более правдивой ситуации. То есть на такой вот адаптер устанавливается камера. И со всей присоской можно крепить где-то, где вы желаете. Благодаря вот этой вот шаровой головке у вас практически степень свободы любая для установки камеры. Как бы вы присоску не закрепили, саму камеру вы сможете закрепить в любом положении. Ну, например, сейчас я зафиксирую. И она вот у вас держится. Сказал, здесь есть трещотка. Так, что? Минус какой в этой вот шаровой голове? Что, в принципе, на вот этой, может, у меня экземпляр попался такой не очень. На вот этой вот оси, вот этой вот контрагайкой, очень трудно зафиксировать вот этот вот адаптер для штатива ГУ-прошный. И иногда он крутится. Конечно, можно его навсегда посадить на суперклей, чтобы не иметь проблем потом в будущем. Но я пока не садил и очень трудно фиксируется. Вот видите, она крутится. Если плохо зафиксировать, то еще вот эта вот головка крутится. Вот здесь вот будет вращаться сам шар. Ага, видите, теперь у меня шар хорошо фиксируется, хотя раньше я пробовал он плохо. Ага, вот, вроде как зафиксирован, но крутится. Присоска в целом хорошая, немножко лучше вот этой. Но еще давайте дальше рассмотрим ее детали. Я план не писал, может, буду все минусы и плюсы не по порядку высказывать. Значит, вот сразу, чтобы не забыл, вижу минус. Вот эта вот часть, да, винт, как я здесь говорил, он вынесен в оригинальной GoPro за окружность самой присоски. И где бы ни установили, в принципе, вы рукой подлезете и сможете зафиксировать. Вот в этом вот винте уже у вас, если руки не сильно большие, если у вас руки будут более крупные, то не всегда будет удобно фиксировать, если еще какой-то будет торчать объект с автомобиля. Следующий минус, этот, кстати, устранить никак нельзя. Да, вот эти вот вещи, они зеркальные, как и на Ари... Они... Вот этот вот винт, он уже не зеркальный. Здесь, видите, есть квадратик, то есть вот этим вот квадратиком здесь он фиксируется. А здесь нету, то есть как у GoPro, на другую сторону вы уже не развернете. Еще минус какой, я заметил, в принципе, можно решить при помощи фиксатора резьбы или суперклея. Это вот часть, на которой держится защелка присоски. Вот этот винт, он просто винт или гайка, она постоянно откручивается. То есть ее, видно, не видно, ее нужно будет посадить на фиксатор резьбы или же на клей любой. В оригинальной, кстати, здесь идет заклепка, которая никуда от вас не денется. Да, значит, идем к следующему узлу этой присоски. Мне интересно было, как устроена вот эта вот шаровая головка. Разобрать ее не составляет труда. Здесь гайки не выпадают. Значит, как она устроена? Вот сам шар. Я не знаю, зачем вот эти вот... Сейчас камера сфокусируется. Я не знаю, зачем вот эти вот полосы по кругу были сделаны. Видите, да? С каким замыслом, я не понимаю. Но они есть. И вот как выглядит вот эта вот часть, где фиксируется шарик. Вот, соответственно, он сюда. Эта часть ответная сюда. И винтом сжимается, соответственно, вот эти две части сходятся и фиксирует вот эту часть. Что я могу про них сказать? Да, держит, но все-таки вот этот узел хотелось бы видеть немножко металла. Кроме вот этого вот шара, чтобы еще здесь был где-то металл. Вот эти вот части, чтобы были металлические. В этом я считаю минус. Но за эту цену можно терпеть. И как устроена вот эта трещотка. То есть, на вот этой вот вещи есть такие зубчики, думаю, видно. Здесь вот есть такие ребра. И они просто цепляются за зубчики. И таким образом у нас фиксируется вот эта вот трещотка. Сейчас вставим сюда обратно шар. Так. Так. И зафиксируем. Вот. В принципе, да. Что сильнее может будет держаться. Ну, еще плюс какой есть, как и в той присоске первой. Сюда вот есть резьба. На нее, соответственно, можно закрепить ту же камеру. Или камера уже покрупнее, так как присоска помощнее. И ее использовать как видеорегистратор. Или как камеру внутри салона автомобиля. Вот эта часть сделана хлипенько. По крайней мере, в моем экземпляре. Резьба, кстати, она не нарезная, а летая. Немножко не точная, но в принципе, держит. Фиксатор. И все. Повторюсь еще раз. Вот этот вот адаптер. Да, он шел в комплекте уже с присоской. Что? В принципе, я думаю, что я про это все сказал. Может, еще что-то вспомню, скажу. Значит, что? Подведем итог. Прорезюмируем. Оригинальная присоска. Китайская. Еще китайская. Цена 50 долларов. Первоклассное качество. 7 долларов. Качество хорошее. Ну, по крайней мере, пока она у меня используется. Сколько я с ней работаю. Ну, вот этот узел с шаровой головкой или держателем, он хлипенький. И не на 100% фиксирует. Если под усилием, то она прокручивается. Маленькая присоска. Цена в сумме присоска плюс вот такой вам адаптер нужно будет купить. Где-то до 5 долларов. Ну, минус маленькая площадь, соответственно, может на больших нагрузках не выдержать. И отсутствие вот здесь вот фиксатора, он ходит свободно. Вот бы вот эти два узла, что в одной, что в второй присоске устранить. И, в принципе, были бы, ну, не супер, но, в принципе, неплохие подспорь, вернее, неплохое подспорье оригиналу. Ну, скажем, оригинал, если так оценить, 5 с плюсом, с большим. Вот этот вот вещь на пятерочку с минусом. Ну, вот эта вот штука на твердую четверку. Ну, это мои, как бы, такие оценки. Я вам показал, как они выглядят и устроены внутри. Где металл, где пластик. Ну, еще скажу, это все пластик. Здесь только винты металлические. Здесь металлические винты и вот этот вот шар. Ну, а здесь металлические только винты. Все остальное пластиковое, но пластик просто супер, можно сказать. Так, что? Ну, я думаю, что про присоски я все сказал, наверное, что хотел. Еще у меня, как бы, уже про присосках и то, я подвел. У меня еще есть куча аксессуаров к GoPro. Да, вот такие вот есть. Есть зарядка, адаптер очень хорошая, китайская, но очень хорошая. По два аккумулятора GoPro. Аккумуляторы есть разные. Не оригинальные, но очень хорошие. Вот такая вот есть прищепка. Рамки есть разных типов. Так вот, такие вот аксессуары. Если у вас будет желание, вы в комментарии можете внизу под видео написать. Я про них сделаю обзор. Вот еще есть крепление на подседельный штырь или на трубчатые сечения. То есть, для велосипеда, мотоцикла удобно использовать. Может еще, ну, пультик есть. Это как бы оригинальный. Еще, может, что-то вспомню. Если будет интересно, то пишите в комментариях. Я сделаю обзоры. Конечно, не на каждую эту вещь, потому что на нее еще есть вот такой кейс. Кстати, на кейс уже есть обзор на канале. Можете поискать кейс на две камеры или на одну камеру и аксессуары. В общем, если есть желание, пишите в комментариях. Так, я сделаю одно видео на вот эти все вещи, потому что на каждую такую вот бездюльку нет смысла делать. Это прищепка, кстати. Нет смысла делать обзор, а на все вместе я бы такой бы коротенький, ну, не коротенький, а длинненький на все вместе сделал. На этом все. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео, что касается фото, техники и путешествий. У меня, кстати, есть еще свой блог. Будет ссылка в описании. Есть инстаграм, есть фейсбук. И скоро, я думаю, заведу еще страницу вконтакте. Поэтому тоже можете подписаться, добавиться в друзья или что-то в этом духе, чтобы следить за новостями. Ну и до новых встреч у меня на канале.